МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало 20 века. Новая мода, новые идеи, свободные нравы. Достижениями женской эмансипации уже никого не удивить. Женщины занимаются спортом, осваивают мужские профессии, им доступно высшее образование, они борются за политические права. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однажды к начальнику московской сыскной полиции Аркадию Францевичу Кашко обратилась дама. У нее пропал муж. Прямо во время свадебного путешествия. Вместе с ним пропали 8 тысяч рублей, ее приданное. По тому времени огромная сумма. Со слов Агриппина Чудинской, жених говорил ей, что у него есть свое торговое дело. Дарил подарки, делал комплименты. Объяснял выгоду от сложения капитала в двух супругов. Дело дошло до свадьбы. Приглашены гости, друзья со стороны невесты, шафер жениха. Сразу после свадьбы молодожены собирались поехать в Тверь к родственникам главы нового семейства. Я думаю, что это была симпатичная дама, достаточно эмансипирована, что она была умна, безусловно. И как раз ее, может быть, романтический настрой. Я думаю, что она была очень хорошо образована. То есть она много читала. А если она много читала, то ее развитая душа была способна дофантазировать очень многие посылы, которые ей давались. У нее была хорошо развита вот эта фантазийная часть. И, наверное, она еще была вот из рода таких женщин. Вот счастье, если оно есть, его нужно использовать на всю катушку. Наверное, она была с каким-то таким, знаете, авантюризмом некоторым, душевным. Что такое вообще брак? Брак – это некая лотерея, когда на кон мужчина ставит свою свободу, а женщина ставит свое счастье. И вот каждая женщина хочет быть счастливой. Но женщина вообще создана для семейного очага. Как ни странно, достигая 40-летнего, 42, 43, 44, вот этот вот период женский, он совершенно особенный. Именно в этот период женщина начинает ощущать, что она может все. Что вся ее жизнь может поведать. Она становится очень легкомысленной. Ее очень легко, что называется, взять тепленькую. Вот в 20 лет легко, ну просто по наивности, по еще не знанию жизни, по каким-то, играя совершенно с другими чувствами. 40-летняя женщина начинает верить в то, что вот сейчас-то только все и начнется. Она ощущает свою женственность. Она ощущает уже свою, вот свою суть какую-то. Она становится мудрее. И вот они-то и попадаются. Попытки отыскать в Твери родственников пропавшего супруга закончились плачевно. В местном адресном столе даме заявили, купца по фамилии Сонин в Твери не имеется. Сыскной полиции не было дела до семейной трагедии молодоженов, если бы не одно важное обстоятельство. Гаврила Никитич Сонин, как звали сбежавшего мужа, оказался совсем не тем человеком, за которого себя выдавал. В этом полиция сразу определила состав преступления. Мошенничество. Подобные истории всегда рождали улыбку и новую тему для анекдота. Но начальнику московского сыска было не до шуток. Где искать этого жулика? В данном случае столичным сыщикам предстояло поймать брачного афериста, обманувшего сразу же нескольких женщин. В милицию обратилась 23-летняя москвичка Элла и пожаловалась на своего жениха Романа. По просьбе Романа перед самой свадьбой девушка взяла для него кредит в банке – 365 тысяч рублей. Получив деньги, жених больше не появился. И, к сожалению, человек действительно так устроен, что он все-таки легковерен. Особенно легковерны женщины. Поэтому вот эти брачные аферы, они очень, так сказать, удачно всегда ложатся или происходят именно с женщинами. Все аферисты – они тончайшие психологи. Они, наверное, не особо учились этому, но они интуитивно находят ключ к человеку для того, чтобы проникнуть в его душу. Они почти неуловимы, эти аферисты. Их очень трудно поймать за руку. И они играют на неосознаваемой части нашей личности. Там, где у всех кроется самое потайное, самая вот мечта-мечта, которую не всегда даже среди близких друзей произнести-то не очень ловко скажут. Ну, совсем крыша съехала. Ну, что ж ты там? Ну, очнись, опомнись. Мир, он другой. Эти люди – правонарушители, но не выглядящие, как правонарушители. Не выглядящие. Это не те громилы все в наколках, а это люди, которые хорошо выглядят. И часто не возникает мыслей у жертв, что это правонарушители. Они используют четыре таких воздействия. Первое воздействие – гипнотическое. Второе воздействие – нервонарушительного программирования. Третье воздействие – использование психотропных средств. И четвертое воздействие – это ситуация депривации. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Романа, как называл себя «исчезнувший жених», взяли в оперативную разработку. Сыщикам был известен лишь номер мобильного телефона подозреваемого и описание его внешности. Оказалось, что неразборчивая невеста не поинтересовалась у жениха ни его документами, ни адресом, где он проживает. Молодой человек водил ее в кафе, дарил цветы, они развлекались в ночных клубах. Почти каждый день влюбленные обсуждали предстоящую свадьбу. О будущем муже девушка знала только то, что он преуспевающий адвокат из Канады. У него русские корни, и он очень хотел найти жену именно в России. За такого перспективного жениха не жаль было и банковского кредита. На звонки Роман больше не отвечал. Попытка выяснить паспортные данные по номеру мобильного телефона ни к чему не привела. Оказалось, что сим-карта зарегистрирована на некую даму. Оперативников это нисколько не удивило. Суть зернышка одна и та же. Хочу любить, быть любимой, и чтоб душа в душу, и чтоб никого между нами. Это была молодая незамужняя москвичка. Как выяснили оперативники, она тоже мечтала выйти замуж за канадца. Брачный аферист теперь был недосягаем для милиции. Единственная зацепка, номер мобильного телефона, привели только к очередной жертве. Дальше след обрывался. Кто на самом деле такой этот Роман? Откуда он приехал? И где он скрывается теперь? Ищи ветра в поле. Пострадавшие женщины не смогли дать ценной информации сыщикам. Оказалось, несостоявшиеся невесты ничего не знали о реальной жизни своего жениха. Поразительная обеспеченность. С каких это пор москвички стали столь наивны? В начале прошлого столетия женщины не были столь доверчивы к незнакомым мужчинам. А свои денежные вопросы с возлюбленными старались решать только после свадьбы. Памятник Пушкину в Москве всегда был излюбленным местом встреч. Трудно найти москвича, который не приезжал сюда хотя бы раз в жизни. Первое свидание Агриппина-Чудинская назначила своему будущему жениху именно здесь, на Тверском бульваре. Они познакомились по объявлению в брачной газете. Искать мужа с помощью газеты посоветовала подруга. После публикации объявления пришло много ответов от разных мужчин. Но больше других ей понравилось именно его письмо. Купец Гаврила Никитич Сонин устраивал даму во всех отношениях. Богат, не пьющий, в карты не играет. Оставалось узнать, как он выглядит. Своих фотографий он почему-то не присылал. Почти месяц друзья по переписке обменивались нежными письмами. Наконец она решилась на личную встречу. Жених превзошел все ожидания. Представляете, как этот пистолярный жанр может сблизить людей? Значительно больше, чем современный интернет. Потому что культура этого жанра начала прошлого века она была очень красивой. Люди изъяснялись очень чувственно. И разогрев и подогрев вот этих отношений он через письма значительно может быть более сильным и более глубоким, чем при личном общении. 1907 год. В Москве выходят десятки газет и журналов. От официальных правительственных изданий до бульварных листков. Чтиво на любой вкус и возраст. Особой популярностью пользуется московская брачная газета. Спрос раздает предложение. И раз было много желающих выйти замуж, обустроить как-то свою семью, то естественно им на помощь приходили раньше, когда газет не было, был институт СВАХ. А потом это масс-медиа или газеты и журналы взяли, так сказать, на себе эту функцию сводить людей. И тут уже действуют законы рекламы. А законы рекламы какой? Любыми способами завлечь покупателей, продать товар. И поэтому в брачных газетах, если посмотреть старые газеты и нынешние газеты, там предлагается набор определенных человеческих качеств. Если это мужчина, то надежный, непьющий, верный. И вот на эти слова очень, так сказать, легко клюются, так сказать, бедные женщины. Брачные объявления в газете были разные. От наивных до откровенно циничных. Офицер, 37 лет, симпатичный и красивый, ищет в целях брака молоденькую барышню, имеющую 3000 рублей. Все остальное безразлично. Директор банка, 45 лет, желает жениться на особе. Возраст, прошлые физические недостатки, которые безразличны. Главное, чтобы была богатой. Из таких объявлений можно составить целую летопись брачных афер начала 20 века. Знакомство по объявлениям стало модным. Всего лишь за одну публикацию в газете можно было заполучить целый список претендентов на руку и сердце. Преимущество новых технологий казалось очевидным. За сто лет население столицы увеличилось в 10 раз. Теперь, чтобы с кем-нибудь познакомиться, горожанам не стоит покупать газеты. Для поисков спутника жизни появились новые, более эффективные средства. Интернет. Неотъемлемая часть жизни современного человека. Возможности глобальной сети неисчерпаемы. Оперативная информация, базы данных, общение в режиме реального времени. В принципе, мошенники этим пользуются. Очень часто, собирая оттуда адреса и всячески этих людей разводя на различные вещи. В основном, пытаясь украсть у них деньги. Большинство сайтов используются мошенниками и сами они не являются мошенническими. Одних только сайтов знакомств в Рунете насчитывается несколько тысяч. На каждом можно найти собеседника по любой теме. Но, как правило, новые друзья по переписке прикрываются обезличенными никами. Даже выложенная фотография с полным именем и фамилией не гарантирует, что такой человек существует в реальности. Виртуальный мир идеальная среда для мошенников. Брачные аферисты и брачные аферистки высоко квалифицированные стихийные психологи. Высоко квалифицированные. Когда мне мои клиенты рассказывают, мне мои клиенты рассказывают, как, что с ними происходит, я поражаюсь качеству психологической работы этих граждан. Сейчас они работают в основном через интернет. Все контакты в основном через интернет. Все началось с того, что в УВД обратилась девушка, которая пояснила, что она познакомилась с молодым человеком по сайту «Знакомься в интернете». Он был как бы из Канады и искал русскую жену себе. Они договорились, что когда он приедет в Москву, то они встретятся. Через неделю молодые люди встретились. Татьяна познакомилась с Романом, он представился как Роман, и начали общение. Он сразу предложил девушке съездить на Мальдивы, но сообщил при этом, что у него заблокировались все кредитные карты. Для отпуска на Мальдивы нужно было внести предоплату в размере 25 тысяч, и он попросил девушку снять кредит на свое имя и отдать ему деньги. Она согласилась, так как у них уже были очень доверительные и близкие отношения, и он хотел на ней жениться, как он говорил. В результате, после передачи денег, Роман исчез. Оперативники стали изучать сайты знакомств, где канадский жених познакомился со своими жертвами. На одном из интернет-форумов сыщики обратили внимание на сообщение девушке, которая жаловалась на своего знакомого из Канады. Мужчина обещал жениться, но обманул. Только своего канадца девушка называла Александром. Оперативники решили проверить эту информацию. Следующая встреча сыщиков с потерпевшей была уже не виртуальной. Выяснилось, что Александр, он же Роман, обманул ее на 200 тысяч. Следствие, конечно, должно рассматривать такую ситуацию, как организованная преступность. Вот это как раз вопрос организованной преступности. Потому что это тщательно продуманные сговоры, совершаемые преступления, хорошо рассчитанные только по большому счету преступным бизнесом. И здесь, мне кажется, нужно разоблачать и осуждать по самым строгим канонам уголовного права российского, чтобы неповадным было. Мошенник действовал по одной схеме. Предлагал девушкам руку и сердце, назначал дату совместного с будущей супругой выезда в Канаду. Но за несколько дней до отъезда неожиданно выяснялось, что канадские банковские карты жениха почему-то заблокированы. Подготовка, этот артобстрел, он очень делается грамотно, образ не то, что честного, а суперчестного человека, порядочного, с недостатками, с милыми какими-то шалостями, еще с чем-то. Но тем не менее, потому что он не может быть только белым, конечно, должен быть разным. Но вот общая картина такова. И когда сформированный этот огромный кредит доверия, когда уже почти не остается сомнений, что это принц на белом коне, вот тут-то с ним случается какая-нибудь маленькая незадача. Ну, совсем маленькая. Ну, что же любимому-то не помочь? Ну, это же так просто. Собрать деньги, зайти вот куда-то к себе в комод, да, если это было начало века, или в банк, может быть, тоже. Ну, отдать. Ну, он же сейчас вернет, он же замечательный, мы будем счастливы, мы будем жить долго и счастливы, умрем в один день. Как деньги. Это же такая ерунда. Чтобы помочь будущему мужу уладить недоразумения, девушки брали срочные кредиты в банке. Ну, он говорил, что срочно пришлось уехать, возникли проблемы. Другой говорил, что он приболел, ну, как поправиться, сразу с ней встретиться. То есть придумывал какие-то уловки, чтобы какое-то время девушка думала, что все-таки он никуда не исчез, вот, он есть, но просто у него какие-то проблемы. В милиции находились заявления уже трех пострадавших женщин. Мошенник обманул их на сумму более 500 тысяч рублей. Но поймать брачного афериста не представлялось возможным. Он скрылся в неизвестном направлении. Сто лет назад у сыщиков были точно такие же проблемы. По словам Агриппины Чудинской, ее муж, оказавшийся брачным аферистом, сошел на подмосковной станции Клин. Куда он мог подеваться дальше? Было неизвестно. Кашко направил в Клин своего агента. В привокзальном буфете агенту сразу же удалось найти очевидцев. Официант рассказал ему, что видел барина, сошедшего с московского поезда несколько дней назад. В буфете он заказал себе обед. Его поезд уже тронулся с места, но было видно, что человек никуда не торопится. Тут можно только удивляться ловкости вот этого брачного афериста, который очень ловко опутал и обманул эту бедную женщину, добился то, что он хотел и на радость их от нее отчалил, даже купил целое купе и укатил в сияющую даль. Агент тотчас доложил начальству о собранной информации. По показаниям официанта, разыскиваемый мошенник после плотного обеда купил четыре билета первого класса обратно до Москвы. У полиции появилась хоть какая-то надежда. Мошенник снова вернулся в Москву. По данным переписи населения, в 1897 году в Москве проживали миллион двести тысяч человек. Ну как найти преступника в таком огромном городе? Да к тому же в полиции были уверены. У Сонина все документы липовые и он уже давным-давно обзавелся новым паспортом. В наши дни, когда в столице более 12 миллионов, поймать человека только по одним словесным описаниям практически невозможно. Тем более было неизвестно, может быть, этот канадский жених уже давным-давно смотался к себе домой в Канаду. Оперативно-розыскные мероприятия ничего не давали. Брачный аферист не оставил никаких зацепок. Все, что он рассказал своим обманутым невестам, естественно, не подтвердилось. Получался какой-то человек из ниоткуда. Для поимки преступника оперативники решили использовать его же оружие – интернет. Оперативники решили ловить его на живца. Они знали, что он зарегистрирован на одном из сайтов знакомств и поместили туда анкету. Естественно, девушки выбрали фотографии очень красивой девушки модельной внешности по имени Изабелла. По легенде милиции эта девушка мечтала выйти замуж за иностранца и выехать на постоянное место жительства за границу. Работы у сыщиков значительно прибавилось. На электронный адрес девушки посыпались сообщения от мужчин со всего света. Для переписки с многочисленными претендентами пришлось даже специально выделять одного из сотрудников. Письма приходилось писать и по-английски. Посетители сайтов знакомств даже не подозревали, откуда на самом деле им отвечает красавица Изабелла. Каждый интернет-контакт с подставной невестой фиксировался и тщательно изучался. Но аферист Роман пока молчал. Начальник московского сыска решил взять брачного афериста на живца. Для этого среди негласных агентов женского пола была отобрана самая симпатичная по мнению начальства молодая дама. Ей выделили необходимые казенные средства и направили в редакцию брачной газеты. Она должна была разместить объявление и фотографию в ближайшем выпуске популярного издания. Агент уголовного сыска поместила объявление в газету. объявление было составлено толково. Вот оно, я его прочитаю. Молодая благородная девица с десятитысячным приданным желает выйти замуж за красивого честного труженика. Обращаться письменно с приложением фотографической карточки в главный почтам до востребования по пятирублевой кредитке номер 126 372. В первые же два дня после выхода газеты женщина-агент получила более 40 писем и фотографий. Но послания от желающих познакомиться продолжали приходить. Сотрудница полиции вызвала настоящий фурор у публики. Читатели газеты по достоинству оценили красоту и денежный капитал москвички. Фотографии женихов показывали пострадавшей Агриппине Чудинской. Но мужа афериста среди них не было. Каждый день агент сыскной полиции приходила на главный почтант и забирала письма на свое имя. У Кашко не было другого варианта выйти на мошенника. Операция Изабелла дала свои результаты. Канадский жених Роман оказался профессиональным аферистом. Он не собирался никуда выезжать из столицы. Своих невест он выбирал из интернета, предпочитал исключительно москвичек. В конце концов он таки клюнул на красавицу Изабеллу. на электронный адрес мнимой невесты поступило сообщение от некоего романа. Тот же стиль, обороты речи, та же история про Канаду и поиск русской жены. Сомнений не было. Это он. Пришло сообщение от некоего романа, который по приметам был схож с подозреваемым в мошеннических действиях. Они стали переписываться с ним и договорились как бы вот эта виртуальная Изабелла договорилась с ним о встрече около гипермаркета. Встреча молодого человека и несуществующей Изабеллы была назначена возле супермаркета на Ярославском шоссе. По иронии судьбы в нескольких кварталах от управления внутренних дел по северо-восточному округу столицы. Именно там находился мозговой центр группы оперативников по поимке брачного афериста. Роман пришел на первое свидание с девушкой с шикарным букетом цветов. Он умел пускать пыль в глаза. Жениха ждал большой сюрприз. Вместо высокой блондинки его уже встречал оперативник с наручниками. Мошенник был доставлен в УВД по северо-восточному округу города Москвы. Он являлся одновременно гражданином России и Канады. Последние шесть лет он проживал как раз таки в Канаде. По его словам работал там помощником повара. Но всем девушкам обманутым он представлялся преуспевающим адвокатом, учеником самого резника. Поначалу задержанный все отрицал. Он уверял, что даже не думал ни о каком мошенничестве, а просто брал деньги у девушек в долг и обещал все вернуть. Но оперативникам эти объяснения показались неубедительными. У подозреваемого обнаружили записную книжку, полностью исписанную телефонами девушек. Московским сыщикам все-таки удалось задержать неуловимого мошенника. Ему предъявили обвинение по статье 159 Уголовного кодекса РФ. Тот ущерб, который он нанес обманутым женщинам, сулил ему немалый срок. Пока преступник находился под стражей, сыщики отправились на поиски остальных его жертв. Удача сопутствовала сотрудникам царской полиции. Начальнику московского сыска удалось выйти на след хитроумного брачного афериста. Оказалось, что в Златоглавой орудует целая шайка мошенников. Агенту полиции, давшие объявления в брачной газете, продолжали приходить письма с фотографиями поклонников. Жертва мошенника Агриппина Чудинская внимательно изучала каждый портрет. Наконец она увидела знакомое лицо. Это был не ее муж, сбежавший с деньгами. Она узнала его приятеля. Именно он был шафером жениха на их свадьбе. На его письмо тут же ответили. Полиция опасалась спугнуть подозреваемого. Поэтому Кашко не торопился с личной встречей. Женщина-агент писала ему романтические послания. Попался элементарно на такой прием, которым он пользовался сам. Скажем так. Литератор представился даме Сергеем Николаевичем. Его не стали сразу арестовывать. Филеры вели за ним слежку в надежде, что он выведет их к сообщнику Сонину. Сергей Николаевич ни о чем не догадывался. Он продолжал плести хитроумные любовные сети, чтобы непременно получить солидный капитал невесты на выданье. Он стал часто бывать в ее доме, приносил подарки, цветы. Она не могла не уступить такому галантному кавалеру. Свадьбу назначили через месяц. Сергей Николаевич не желал устраивать торжество на широкую ногу, ссылаясь на экономию общего семейного капитала. Они договорились, что невеста отдаст приданное жениху сразу после венчания. Невеста, то есть вот эта подсадная утка из полицейского управления, она попросила, чтобы шафером был друг. И в качестве друга она намекнула вот на этого человека. Аферист как-то быстро сообразил и предложил своего друга, не зная, что при этом он его предлагает, подкладывает ему свинью, собственно говоря. На следующий день жених и его будущий шафер пришли в гости к невесте. Они мило беседовали за чаем, обсуждали предстоящую свадьбу. Жених не переставал рассказывать, как он приумножит приданное своей будущей супруге. Каково же было удивление гостей, когда из соседней комнаты появились полицейские. Обманутая женщина сразу признала в ученом философе своего мужа, купца Сонина. Были накрыты, как говорится, с поличным. Это сам брачный аферист и его ближайшие помощники. В картотеке сыскной полиции были обнаружены полные данные на арестованных мошенников. Сбежавший муж оказался хорошо известным мещанином Гавриловым. У него уже были три судимости. Его шафер, бывший семинарист Новгородской Духовной Академии Антонов дважды отбывал тюремное наказание за кражи и мошенничество. С недавних пор они сообща обманывали богатых невест в Москве. Преступники сразу раскаялись в содеянном, иначе рецидивистов ждала бы каторга. Кашко торжествовал. Это небольшое по сравнению с другими крупными преступлениями дело поднимало авторитет московского сыска в глазах начальства. Мошенники всегда считались серьезным соперником для сыскарей. Доказать их вину иногда не удавалось. А здесь взять с поличным, используя их же методы. О-о-о-о! Это дорогого стоит! На радостях Аркадий Францевич лично распорядился выдать премию отличившейся женщине-агенту. За результативную переписку она получила 100 рублей наградных. Двумя брачными аферистами в Москве стало меньше. Но брачная газета продолжала выходить. В ней по-прежнему печатались разные объявления и ее охотно раскупали. Дошло до того, что стали появляться поддельные, как теперь говорят, пиратские тиражи газеты. Махинаторы один в один перепечатывали старые номера популярного издания, чтобы заработать деньги на розничные продажи. В современной Москве индустрия брачных знакомств тоже продолжает развиваться. В глобальной сети с каждым днем растет количество сомнительных сайтов. А жертвы интернет-общения уже создают собственные порталы. Обманутые невесты даже создали электронную доску позора, на котором выставлены фотографии их обидчиков. Там есть информация и о пойманном в начале прошлого года канадском женихе Романе. С телом еще можно прийти в милицию и рассказать. А вот с изнасилованной душой, да еще в таком кошмарном состоянии, чувствуя себя полной дурой и полной идиоткой, потому что все сделала собственными руками, никто не приставлял дуло пистолета. То есть это грабеж, да, мы все кричим караул, кошмар, бежим в милицию, заводим уголовное дело, а здесь сама вот это ощущение собственного унижения, собственной глупости, да еще разбитого сердца все вместе просто не позволяет сделать шаг к правоохранительным органам, потому что сразу фантазируешь реакцию этих людей на себя. Тебя обманули, тебя кинули, выражаясь современным языком, и то есть ты находишься в положении какого-то дурака или дуры, и вот идти обращаться в суд и говорить об этом, как бы признавать, что ты вот как последний дур, тебя ввели вокруг пальца, ну как-то это стыдно, мне так кажется. Чем же располагал к себе этот помощник повара из далекой Канады? С ним было очень интересно общаться, он постоянно насыпал меня разными комплиментами, говорил, что я самая красивая, любимая, ненаглядная, что такой жене он только мечтает. Он сделал мне предложение, родителям понравился, они даже дали добро на свадьбу. я согласилась на кредит, хотя в глубине души чувствовала, что это какая-то разводка, но решила рискнуть. В ходе следствия стало известно и о других аферах Артема Чернышева. За полгода им удалось обмануть 12 женщин. Иной раз он умудрялся в один и тот же день назначить свидание нескольким девушкам. представлялся то канадским адвокатом, то сотрудником ФСБ, то криминальным авторитетом. Схемы, по которым работают аферисты во все века и времена, они абсолютно алгоритмичны, они абсолютно одинаковы и похожи. Когда женщина, так сказать, строит какие-то надежды на брак, она любит ушами, ей очень легко внушить, что ее любят, и под эту любовь ее обирают. Это было давно, это процветало и в 19-м веке, и в 20-м. Я думаю, что это будет цвести пышным цветом и в нашем 21-м веке. Мошенник находил нужные ключики к разным женщинам. Он обещал им золотые горы, верную любовь и всегда безотказно брал у них деньги. Многие из его невест так и не поняли, что имели дело с обыкновенным жуликом. Только звонок оперативников раскрывал им глаза на своего возлюбленного. В общей сложности Артем Чернышев обманул своих жертв на сумму более миллиона рублей. Бабушкинский межрайонный суд города Москвы приговорил его к пяти годам лишения свободы. Он обязан компенсировать материальный ущерб, который нанес обманутым женщинам. Вот это мировое зло оно к сожалению будет процветать. И наша с вами задача всех телезрителей как-то противостоять этому злу, не поддаваться на уловки зла, жить своим разумом, анализировать и не совершать глупых ошибок. И в частности в области брака. Ну сложно, вот с этим очень сложно бороться на самом деле, потому что чисто психологические люди к этому не готовы просто. Любой встрече, которая вас так увлекла эмоционально и произвела на вас очень хорошее впечатление, не пугайтесь этого впечатления, это ваше впечатление. Вот посмотрите, форсировано это или нет. И когда начинается первая просьба, я забыл бумажник, или давай заплати за бензин, ну я не знаю, любая вот маленькая просьба, насторожитесь пожалуйста. И опять-таки, если подозревать в любом случайном знакомстве какой-то преступный умысел, то это может сойти с ума. Если речь идет о каких-то деньгах, которые у вас просят взаймы, давайте всегда столько денег, сколько не жалко потерять. Пусть это будет сто рублей, но вы с ними расстанетесь, и вы не будете думать, и вы не будете потом кусать лоб. Продолжайте, вы можете продолжать отношения, если она вам доставляет удовольствие, только закройте банковский счет на замок, или сообщите какой-нибудь близкой подруге о том, что у вас есть по этому поводу некоторые сомнения. Стать жертвой мошенника может каждый. Они хорошо разбираются в человеческих слабостях, и каждый из нас очень уязвим. Порой мы сами невольно помогаем им обманывать нас. Доверие к окружающим не должно быть безрассудным. Жить, не доверяя никому, противно. Но без здравого скепсиса очень тяжело противостоять мошенничеству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok